Приветствую вас, я прочитал ваш вопрос, прочитал ответы коллег. Пожалуй, здесь, именно в контексте того, что вы написали, добавить что-либо, наверное, будет сложно, потому что, что вы пишете, это, по сути дела, всего лишь следствие проблем. То есть это никак, ни в коем случае не результат, не результат причин, да, это именно следствие. А причины, они на самом деле совсем в другом, причины в том, что у вас есть сценарий не думать, то есть вы не привыкли действовать своим умом, и, собственно говоря, именно из-за этого, из-за этого сценария не думай, вы и испытываете все эти проблемы. Вот. И поскольку 28 лет это достаточно большой срок, если не сказать, если не сказать, более, так сказать, жёстко, то совершенно очевидно, что определённые вещи у вас уже вошли в привычку. На мой взгляд, на мой взгляд, от привычки, как таковой, быстро вы избавиться не сможете. Потому что всё-таки 28 лет вы жили по определённым правилам, по определённым моделям, и я так подозреваю, что несмотря на желание освободиться, не можете не хотеть, ну, возможно, не можете не хотеть, в глубине души, чтобы это как-то вот так и осталось. То есть вы можете надеяться на то, что ситуация, она и будет такой. То есть она будет так длиться, просто вы сможете сохранить все плюсы, да, вот, просто все плюсы в своей ситуации. Сделать так, чтобы не было минусов. И вот здесь на самом деле и кроется ловушка для вас. Потому что, чтобы избавиться от ситуации, чтобы выйти из сценария, нужно отказаться не только от минусов, но и, к сожалению, и от плюсов тоже. То есть нужно отказаться от того, что вам эта ситуация даёт. Ну, по крайней мере, на данный момент. В противном случае вы рискуете так никогда ничего не поменять. Да? У вас здесь, у вас здесь, в вопросе вашем, есть определённые противоречия. И я постараюсь объяснить, какое. Вот вы говорите, я хочу стать самостоятельным. Хочу, чтобы у меня всё было хорошо. Хочу сама управлять своей жизнью. Да? Хочу сама нести ответственность за себя. Но при этом, при том, что вы этого хотите, вы спрашиваете у нас, как вам поступать. Что вам делать. И просите нам помочь. Вы можете сказать, ну, а как, мне же нужна помощь. Вот я поэтому и прошу помочь. Так оно, эээ, так-то оно так. Только есть небольшой момент. А именно, человек, который хочет, эээ, действительно что-то исправить. Да? Он, скорее, не помощи просит, как таковой. А он, скорее, спрашивает, как. То есть, как мне сделать, чтобы, что я должен сделать, чтобы добиться того, чего я хочу. Вот. Вот вы говорите, у меня проблемы с психикой. Какие проблемы? Какие проблемы? Какие проблемы? Конкретно. Что это за, за проблемы? Проблемы? Как они влияют на вас, эти проблемы? Ну, конкретно. Что они делают с вами, эти проблемы? Вот. Если у вас, эээ, например, диагноз, эээ, если у вас, ээээ, лечение, ну, вот, ээээ, чтобы вы, ээээ, придерживались этого лечения и тем самым ээээ, купировали те негативные, которые вы не могли. Ээээ, значит, проявления, которые у вас имеются. Короче говоря, ээээ, забудетесь ли вы о себе или нет? Дальше. Дальше идем. Эээ, вы пишите, благодаря воспитанию. Эээ, нет, нет, нет и еще раз, нет. Не благодаря воспитанию. Вот, ээээ, это то, о чем вам уже говорили мои коллеги. не в воспитании дела, а в вас, как вы воспринимаете то, что с вами произошло. Важно. Если вы будете постоянно говорить, что вот это произошло из-за воспитания, а это произошло из-за чего-то ещё, а это случилось по той причине, а это по той, что, вы же понимаете, что постоянные будут обвинения. И поэтому здесь я предлагаю исходить из того, что сейчас вы не будете ставить в себе такие весьма отдалённые, я бы сказал, цели как самостоятельные. Я понимаю, что это то, что вам нужно, я понимаю, что это то, чего вы хотите, я понимаю, но к этому нужно приходить постепенно, к этому нужно двигаться постепенно, чтобы не спугнуть вас, чтобы не отвратить вас, чтобы у вас всё получилось, и чтобы вы не видели того, что у вас что-то может не получиться. начало. Поэтому нужно не спешить и спокойно начать начало. А начало, начало здесь такое, за что ответственно я. Вот конкретно я ответственно за что? Именно в контексте себя. вот нужно с этого начать. За что я ответственно? Что я могу сделать сейчас для того, чтобы моя ситуация изменилась? Чего я хочу? Вы говорите, я хочу быть самостоятельной. Хорошо. Зачем? Для чего вам это нужно? А с чего начать самостоятельность? Я полагаю, вы не будете отрицать, что самостоятельность начинается с поведения, скорректирования своего поведения, скорректирования своего отношения. Сейчас то, что вы делаете, нельзя назвать путём самостоятельности, потому что вы обвиняете других людей в том, что они виноваты. Знаете, может быть, может быть, они виноваты. Но вам от этого не легче. Вам от этого не холодно, не горячо на самом деле. Потому что то, что было, что уже прошло. Но вы можете прожить все свои обиды, которые у вас на ваших родных, озвободившись от этого груза, от этого давления на себя и уже тогда двигаться дальше. То есть, прежде чем быть самостоятельным, нужно увидеть, что мешает быть самостоятельным. Это касается только вас. Это не касается больше на самом деле никого. И не может касаться на самом деле больше никого. Потому что это ваша жизнь. Так что подумайте сперва об этом. Нельзя не отрицать, что у вас нет достаточно ресурсов сейчас для того, чтобы быть самостоятельным. Ресурс, понятное дело, можно получить с психологом. Ну, то есть, для этого нужно работать с психологом. Вот. Вопрос, конечно, в том, хотите ли вы этого и готовы ли вы. Потому что, если у вас нет никого, с кем бы вы могли взаимодействовать на равных, то получается, что вы вообще не умеете взаимодействовать на равных. Так вы не умеете быть взрослым, вы не умеете воспринимать человека так. То есть, он для вас либо выше, да, либо ниже. Либо он лучше вас, либо он хуже вас. Я понимаю, почему так происходит. Вас приучили. Вас приучили к тому, чтобы воспринимать людей именно так. Я могу это понять. Но необходимо учиться все же другим аспектам отношений. И вот только тогда, когда вы встанете на путь восприятия окружающих как равных и отделите себя от других в любом случае. Вот только тогда вы получите возможность стать самостоятельным. Ну, то есть, вот, такой, какой вы и хотите быть. Вот. С другой стороны, с другой стороны, самостоятельность это то, чего аппарат, вероятно, постоянно требует. Я могу ошибаться, конечно. Но вам часто говорят, чтобы вы были с такой-то, с такой-то, чтобы вы делали то-то, то-то, чтобы вы занимались тем-то, тем-то, тем-то. Чтобы вы, наверное, обеспечивали себя, то есть, вам говорили, что вот, что ты должна быть другой, ты должна быть, там, я не знаю, лучше, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Говорить-то, может быть, и говорили. Говорить-то, что ты должна быть, там, и так далее. Но, что с того? Если вы видите и чувствуете, что, например, какие-то вещи не являются вашими здесь, какие-то вещи не являются тем, что вам интересно, какие-то вещи вам не подходят, то вы, скорее всего, все равно их принимаете. Потому что выборник у вас. Ну, так, по крайней мере, мне это представляется. То есть нужно отделить то, чего вы хотите от того, чего вы не хотите. Нужно понять, где действительно вы, где действительно ваше желание, ваши потребности, а где то, чего вы делать-то, в общем, не хотите. И это очень важно, учиться отделять свои желания от желаний других людей. Поэтому мне, лично мне, значит, кажется, что начинать нужно именно с этих аспектов. То есть аспектов именно отделения одного от другого. Чтобы вы не страдали, не мучились в этих постоянных противоречиях. И вот, когда и если вы не будете мучиться от противоречий, вы уже увидите для себя пути к дальнейшему совершенствованию. Первый шаг – разрешение противоречий. Второй шаг – это выработка навыка по восприятию людей, вот начиная с психолога, как равного себе и дальше уже последующие шаги. О которых, ну, на мой взгляд, сейчас вам думать не стоит, просто потому что до этого достаточно далеко. Вот, обязательно нужно знать диагноз ваш, что это за диагноз и так далее. Потому что диагноз, безусловно, влияет на границы работы с вами, на возможности. Вот. Значит, вы говорите, я вообще не думаю сама. Начинаете думать прямо здесь, прямо сейчас. Немножечко развивая то, что сказала моя коллега Ольга, да, немножечко развивая это. Я бы хотел, я бы хотел сказать. Вот, постарайтесь подумать о том, что привело вас на ресурс. Что вы чувствовали, когда, ну, например, планировали задать свой вопрос? Планировали ли вы его задавать? Что вы чувствовали, когда писали свой вопрос? Соответственно, какие были ощущения? Когда вы написали свой текст, когда вы его, ну, вот, опубликовали, да, и увидели ответы, например, первые. Что было за чувства? Вы же понимаете, что разговаривали-то с вами, да? То есть это было именно равное такое общение. Разговаривали не с, ну, не с, допустим, не с вами, как с ребенком, а разговаривали именно с вами, как с личностью, как с человеком, отдельным. Вот это чувство, оно является главным самым здесь, в работе над тем, что вы сказали. Вот к этому чувству я рекомендую вам, так сказать, апеллировать. К этому чувству я рекомендую вам возвращаться все время, ну, не все время, может быть, но как можно чаще. Начните, начните со своего внутреннего мира. То есть, концентрируйтесь на себе, на том, что происходит здесь и сейчас. Вот, ну, поднимите то, что я уже сказал, да? Концентрируйтесь на этом и вырабатывайте, вырабатывайте, именно вырабатывайте к этому свое отношение. То есть, именно отношение. То есть, вот, например, сейчас идет снег, допустим. Как я к этому отношусь? Допустим, сейчас, там, моя мама начала мне, там, что-то говорить, да, там, ну, ругать, там, или опять, там, что-то, у нее какие-то претензии ко мне, да, вот. Как я к этому отношусь? Как я это воспринимаю? Почему так я воспринимаю? А могла ли я, например, увидеть в этом что-то хорошее? То есть, ну, просто вот подумайте, что в этом я могла бы увидеть что-то хорошее? Ведь все-то хорошее есть во всем. Хотя бы есть, например, хорошее в том, что ваша мама, пусть и такой, такой вот, ну, в такой немного извращенной форме, но пытается заботиться о вас. Подумайте, это происходит, да? То есть, вы, ну, вы чувствуете это, вы ощущаете это, вот, ну, данный, данный факт. И что вы чувствуете, когда, грубо говоря, видите, что мама все-таки может желать добра за этим? По-своему, по-своему. По-своему. Подумайте об этом. Когда появятся результаты, я имею в виду, когда вы увидите эти самые результаты. Первые, первые результаты. Вы разделите их, то есть, грубо говоря, что они эти результаты из себя представляют для меня. Что это значит? Что это значит? Что значит эти результаты? Что они, что они, эээ, есть, что они такое для меня? Что, что они такое? И положительный результат, да? То есть, когда вы воспринимаете что-то исключительно как, ну, как негативное что-то, да? И положительный результат, когда вы воспринимаете что-то исключительно только как позитивное. Не важно. Все это не важно. В любом случае, в любом случае, это все анализируется. И вот так создается необходимый базис для того, чтобы вы имели эмоциональную составляющую для вашей самостоятельности. Самостоятельный просто не сжать. То есть, нельзя просто вот однажды вот, эээ, вы были сколько, 28 лет, вы были не самостоятельные, а теперь вы, эээ, однажды решили все. Я буду теперь самостоятельным. Это не работает так. Нужен ресурс. Ресурс нужен внутренний. А это изменение мышления. Это изменение восприятия картины. Вот. Подумайте, какие эмоции на протяжении, например, дня вы испытываете? Просто эмоции. Что это за эмоции? Знаете, как в айфоне? Эмоджи. Или эмоджи. Вот. Вот. Что это за эмоции, которые вы испытываете? Что они из себя представляют, эти эмоции? Какая самая любимая эмоция? Говоря любимая, я имею ввиду самая частая. Которую вы, эээ, ну, которую вы чувствуете. Почему? Именно, именно она. Что вы получаете? Эээ, ну, вот. Когда ее чувствуете? Кто еще чувствует эту эмоцию? Кто еще ее ощущает? У кого еще эта эмоция, грубо говоря, есть? Важный ли это момент? Да. Очень. Это очень важный момент. У кого есть еще эта эмоция? Что дает эмоция тому человеку, у которого она есть? Нужно ли это вам? Конечно. И вот так, вот благодаря такой работе, благодаря такому восприятию себя, своих эмоций, своих ощущений. Вот именно благодаря таким действиям, вы и будете добиваться того, о чем, собственно, и ведете речь. То есть, самостоятельности. Это вот именно такой процесс. Чтобы что-то делать, чтобы, эээ, как бы, в деятельность вводить, эээм, свое, эээ, свое новое представление и новое мышление, необходимо, эээ, 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 ээээ, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ вы сможете что-то поменять. Только тогда вы сможете что-то изменить. Причём не нужно думать, что самостоятельность моментально даст вам громадную свободу. Это сейчас вы видите свободу, потому что свобода это то, что вы хотите. Но самостоятельность к свободе имеет весьма и весьма посредственное, знаете ли, отношение. Самостоятельность это скорее обязанности. Это обязанности, которые вы сами должны будете выполнять. И далеко не всегда эти самые обязанности являются, ну, чем-то хорошим для человека, чем-то качественным. Иногда бывает так, что человек воспринимает их, эти самые обязанности, как что-то негативное, как что-то нежелательное для себя. Поэтому я полагаю, что вполне справедливо будет предупредить вас о том, что то чего вы хотите, хотите вы самостоятельности, далеко не обязательно может быть тем, что вы по итогу получите. Будьте, пожалуйста, к этому готовы, потому что, ну, мягко говоря, будет достаточно, может быть достаточно болезненным для вас этот процесс, который вот, может быть его, если вы решите все-таки работать с психологом. Вот. И вы можете захотеть из этого процесса выйти. На этом, я думаю, можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. всем. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.